всем привет я надеюсь меня будет хорошо слышно решила войти в прямой эфир пока я готовлю алексу я немножко пропала в эти дни все потому что у нас были гости и алекс выдал наверное весь свой кошмар который он только мог выдать все свое ужасное поведение я кстати второй раз уже готовлю печенье печенье маковые у меня уже готовое тесто здесь у меня мак банан подсластитель я нашла такие сироп цикория донецке и семена чья мак и чья я измельчила кофемолке и мак немножко провалилась сейчас буду выкладывать печеньки и буду их подсушивать так вот чем я хотела сказать алекс выдал по моему все что он мог все все свое хамство все он показал весь просто свой ужас за эти два дня и я была просто без сил то есть что-то работать что-то делать это было настолько сложно и мы побывали на службе он причастился и все было спокойно максимально как только можно было вот уже пришел пробовать тесто но поведение оставляет желать лучшего и как я уже поняла что все таки это органика органическое поражение мозга которое получи случилось в родах возможно часть его есть и моя вина у меня была анемия во время беременности и я ее не лечила по факту мне ее просто лечить нечем было так вот за эти дни что я еще придумала у нас давно висит слинг у меня был такой слинг мне подарили для тяжеловесов это был наш последний слинг в котором я алекса носила до трех лет и он у нас давно висит в виде качельки и это для алекса такое место сенсорной разгрузки он там спокойно себя чувствует он раскачивается правда иногда очень сильно и я понимаю что он так лучше стимулирует свой мозг и достала ему домик нам отдавали небольшой такой домик палатку и сейчас он практически постоянно в нем он там прыгает живет у нас просто нет места нет комнаты для сенсорной разгрузки у него видимо идет перегруз разгрузиться нечем понятно что на каких-то успокоительных постоянно держать его не могу ему это конечно помогает это помогает преподавателям но не помогает как бы его здоровью что мы будем делать дальше как бы я еще не знаю потому что 30 ноября у нас есть направление на реабилитацию наш республиканский центр для детей с дцп вот я надеюсь что нам что-нибудь посоветуют кроме гомеопатии которую нам прописала невролог я не фанат гомеопатии вообще в принципе может она кому-то действует но не в нашем случае когда я знаю всю физику всю всю химию что она есть хотелось бы чего-то предлагали сильный стимулирующий аппарат препарат вот но его нужно колоть это кортексин но его нельзя если есть аллергия на молочку так как в случае с алексом я не знаю этого и я не хочу пробовать потому что мне хватает реакции на глютен потому что периодически все равно попадают следы глютена где-то больше где-то меньше вот когда больше алекс просто очень сильно реагирует потом кишечник очень сложно восстановить не знаю что мне еще предложат из реабилитации пока жду ответов почему-то московские врачи из частной клинике мне конечно ответили сразу что пожалуйста да приезжайте но у меня нет денег на операцию а вот из больницы пирогова мне еще пока врач не ответил это профили профильный врач нейрохирург который занимается именно теми проблемами которые есть у алекса это синдром арнольда киаре и серингами мели что я пока вижу пока я вижу то что алекс не успевает за как бы школьной программой то есть то что мне говорили отдай его в школу ему там будет хорошо совсем не хорошо потому что даже если как бы сравнить то что дети уже прошли он еще этого не прошел то есть где-то он может там дальше шагнуть чуть-чуть но основное вот чтение письма математика еще пока на том же месте причем письмо страдает очень сильно очень-очень плохо пишет хотя зрение нормальное он все видит очень быстро устает утомляется я стараюсь его не загружать но вот стимуляция мозга идет мы вчера выходили он катался на велосипеде я не знаю сколько он кругов проделал вот прям вот эти вот цикличные повторения его успокаивают сегодня мы к сожалению не вышли на прогулку потому что у меня не хватило на это сил я отвезла его на занятия на скрипку мы сходили в магазин я вернулась просто совершенно разбиты чем вчера у меня неожиданно разболелась нога я занимаюсь спортом дома у меня тренировки по системе хит или табата и я череду их с растяжкой я не из тех фанатов которые там могут там нужно там за 20 дней сесть на шпага вот но видимо где-то я потяну мышцы может и где-то переохладилась не знаю может еще какие-то проблемы но сегодня очень сложно становиться на ногу особенно если я долго полежу и посижу пришлось сегодня отменить тренировку в биоритме очень обидно но лучше я себя поберегу сегодня я отсыпалась после гостей мне уже помогли разобраться с некоторыми вещами которые мне отдали на благотворительность они уже уехали некоторые части еще я отнесу посмотрю наверное в среду наверное не в среду наверно в пятницу надо еще помочь соседке тоже говорилось что у нее есть вещи которые она не может разобрать не хватает ей времени нужно будет ей помочь вот вот такие вот дела очень жду письма от врачей почему почему не отвечает врач самое смешное что когда пытаются дозвониться вот там по месту уже сегодня тоже телеграме профильные группе одна мама писала что она пыталась дозвониться врачу нейрохирургу дозвониться она не может потому что там администратор отвечает что как бы врача нет а врач вообще-то там работает периодически отвечает я что-то не пойму эту ситуацию почему этого нейрохирурга скрывают то ли он сам скрывается в общем ничего не понятно очень-очень с этим сложно вот этот раз у меня печеньки какие-то большие получились переделать уже не хочется попытаюсь их побольше расплющить надеюсь они меня не сильно прилипнут хорошо смазала противень маслом я потом выложу и рецепт этот в текстовом варианте я отсняла видео стараюсь и текстовые и видео делать даже для себя потому что я потом могу приготовить что-то и забыть как я это готовила у меня такое бывает вот очень-очень хотелось бы попасть на очный прием к врачу этот врач нейрохирург фамилия его озеро очень к нему хотелось потому что он оперирует деток вот и почему я думаю об операции потому что не хочется чтобы в какой-то момент стало совсем плохо а сейчас уже как бы становится хуже если кто не знает то алекс у меня спит в подгузниках ночью он всегда в подгузниках и вот сейчас стало хуже в том плане что он днем стал очень часто бегать просто очень-очень часто бегать в туалет не потому что он простыл а потому что не опорожняется мочевой пузырь до конца почему это происходит как бы я не знаю потому что комплексное уродинамическое обследование мы так и не сделали потому что самое ближайшее место где мы можем сделать это ростов а туда соответственно надо ехать делать это за деньги к сожалению я пока это не могу а когда мы приезжали в москву мне врач невролог сказал все нормально печеньки готовы я их отправляю я сразу ставлю конвекцию они будут подсушиваться все их отправила на 15 минут после этого я буду переворачивать вчера алексу делала тофу потому что то место где мы берем это кафе счастье есть но здесь рядышком и там берем тофу к сожалению сказать что тофу не будет поэтому пришлось делать самой и у меня получилось целая миска а кары вот сейчас я буду из нее делать алексу котлетки у меня еще есть капусточка зелень чесночок лук у меня почему-то закончился вроде бы покупала вот сейчас нашинкую зелень нашинкую капусту а у меня еще будет морковка сюда котлеты и будут алексу котлеты на вечер на завтра посмотрите сколько их получится котлеты я тоже буду запекать я стараюсь все запекать открыла для себя выпечки масло горчичное очень-очень вкусные я наверно уже рекомендовала донецким кто видел где я покупаю масло свежее хорошие действительно вкусные я привыкла к оливковым обычно покупала оливковым последнее время не что-то тяжело найти хорошее оливковое масло наверное после того как мне прислали посылку из израиля там где была хорошая оливковое масло в донецке такое сложно найти алекс вот кстати сейчас данный момент тоже вот у него стимуляция идет если он не смотрит мультфильмы то он он не смотрит мультфильмы потому что это было бы вообще ужасно он слушает аудио уроки ну хотя бы хоть хоть что-то полезное пусть слушает я еще набрала хурмы я ее сушу у меня уже своя сушеная хурма вот ну вот что вы могли примерно сравнить видите как получается вот она уже готовенькая алекс у меня уже подъедает с моего хурмичного дерева хурму а еще у меня есть айва я наверное сейчас ее порежу спрошу алекса будет ли он компот сварю компот из айвы у меня алекс компоты ест из компотов есть фрукты поэтому я не переживаю что он получит много сахара очень удобный ребенок безотходное производство он даже больше иногда просит фрукты из компота чем сам компот очень люблю акару тем что можно приготовить и такие акарнички печенье вы можете посмотреть они у меня есть и в книге и в профиле и можно приготовить и пирог по типу киша и вот котлеты да алекс уже подсушиваются алекс ждет печеньки печеньки маковые очень вкусные получились надо быстрее выкладывать пост постараюсь завтра сделать пока алекс будет петь хоре я постараюсь сделать рецепт я пытаюсь себя успокоить тем что я прочитала шаталова о том что трудных детей не бывает и буду руководствоваться наверное его какими-то наработками которые я смогу найти если кто не знает шаталов это наш местный донецкий педагог педагог новатор который учил тех детей которым говорили что они не обучаемые от которых все отказывались и почему-то эти дети становились вдруг отличниками так насчет музыки не знаю вчера просто был кошмар пока не знаю как алекс стимулировать у него все получается не знаю он больше полюбил фортепиано может быть я подумаю о том чтобы он занимался еще на фортепиано отдельно посмотрим фортепиано ему нравится больше пока что так переборщила с чесноком пока я отстала от алекса с букварем с письмом письма ему хватает он пишет прописи музыкальные поэтому пока там буквы цифры стараемся считать вот считаем деньги чтобы он монетками как-то мог оперировать пока это тоже туго получается вот так ходят мои вечера пока сделала работу пока отправила приглашение для рекламы из рабочих профилей в моем профиле конечно реклама нет почему-то многие удивляются что сейчас работает реклама в сторис мне вот написали что да вот какая там реклама в сторис на самом деле инстаграм и тикток уже хорошо занят свою позицию в том числе и рекламы особенно если это возраст аудитории целевой подходящий почему бы не использовать так что натяжные потолки которым я предлагала рекламу зря отказываются у нас такая целевая аудитория схожая зря зря отказываются хотя как бы посмотрит там от 40 до 60 человек смотря какой но все равно лишние 40 60 человек которые увидят рекламу я думаю не везде есть так буду сразу обрабатывать то она уже начала пуститься у меня все хранится на балконе до сильных морозов буду там же хранить только открывать вот очень обидно что сейчас у алекса нет вот тренировок у тренера не хватило терпения с ним работать и я тренера очень понимаю работать в группе с алексом очень сложно кстати вот субботние воскресные занятия которые у нас были он все время прибегал ко мне в субботу мы занимаемся рукоделием там же где он где проходят детские занятия рукоделия нужны для благотворительности а в воскресенье у нас там лекции и алекс просто все время прибегал прибегал то поесть то посидеть и не знаю вот постоянно просто отвлекается хотя смена деятельности там есть не знаю очень очень сложно понятия не имею почему потому я как бы снизила обороты с тем что мы сейчас вот отложили логопедию логопедией мы практически перестали заниматься потому что потому что это тяжело тяжело заставить что-то делать пока я заставляю что-нибудь написать ну нарисует он сам сейчас может еще что-нибудь сделаем у нашего любимого фитнес-клуба будет день рождения надо сделать какую-то поделку вот а еще я продолжаю лечить свои зубы в среду предстоит мне очень сложное удаление нервов из многокорневого зуба я прям морально готовлюсь к этому потому что меня плохо берет анестезия очень плохо для того чтобы удалить нерв из однокорневого зуба мне пришлось делать три укола мало приятного конечно но что сделать так вы кстати любите айву я очень люблю айву за ее аромат но не за терпкость мне еще подсказали что ее можно порезать и заморозить я думаю что я так и сделаю потому что мне привезли много айвы айвы а это вся самая вкусная вся поеденная чем я так так что вот такие у нас дела я благодарю всех кто слушал что присоединился сохранил этот эфир кажется потому что сейчас мне надо будет отключиться я буду переворачивать печеньки будет не очень удобно а потом буду резать капусту и меня просто не будет слышно я хочу показать спасибо всем кто смотрит кто переживает я всех очень сильно люблю да с работой может быть что-то у меня выйдет я надеюсь потому что один проект у меня уже в декабре отпадет поэтому еще новые проекты которым я могла бы заниматься всем пока а сейчас вспомню где тут все отключить по-моему здесь завершу